И трагедией закончилась погоня полицейских за водителем Ватутина. Это Черкасская область. Машину, которую они преследовали, насмерть сбила велосипедиста. Это произошло в минувшее воскресенье. Почему в официальных сводках об этой погоне до сих пор ни слова, выяснял Станислав Кухарчук. Дрожащими руками Николай собирает с асфальта фрагменты серебряной цепочки своего отца. Александр Шевчук работал слесарем в Ватутинском водоканале. Его семья остро нуждалась в деньгах, и поэтому мужчина в выходные приторговал вместе с матерью на рынке домашними овощами. В то злополучное утро он ехал на базар на велосипеде. Машина с евробляхами догнала его на полпути. В машине, которая сбила велосипедиста, находились мужчина и женщина. Кто из них управлял автомобилем, пока неизвестно. Авария произошла около пяти часов утра, поэтому очевидцев было немного. В течение часа после ДТП полицейские освидетельствовали пару и увезли в отделение. Со слов местных жителей, и водитель, и пассажир были изрядно выпившими. Возможно, водителя иномарки Виталия Билыка задержали сразу. Наталья – та самая пассажирка автомобиля. Того, что ее сожитель сел за руль пьяным, женщина не отрицает. Уверяет, даже пыталась его отговорить, но потом уснула на пассажирском сидении. Очнулась от громкого удара. По правилам полицейские во время преследования обязаны включить сирену и проблесковые маячки, чтобы обезопасить окружающих. Были ли они, Наталья не помнит. Крепко спала. В официальных сводках полиции за этот день о погоне и вовсе промолчали. От комментариев по этому поводу руководство Звенигородского отделения полиции тоже отказалось. Водителю полиция выдвинула подозрение в совершении ДТП со смертельным исходом. Своей вины он не отрицал, но во время избрания меры пресечения мужчина заявил, за рулем был не он, а сожительница. Подробности будут следить за развитием ситуации и ходом следствия. Андрей Кровец, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.